Микс Ньюс Вот, с одной стороны, понятно, что открываются, наверное, новые возможности для вас, как для человека академического, интересующегося, естественно, вопросами Евросоюза, это очень важно. С другой стороны, нет ли у вас опасности, что вы потонете в этой всей большой махине евробюрократии, потому что и Европарламент большой, почти 700 с чем-то депутатов в Европарламенте, и Еврокомиссия, все эти структуры, нет ли у вас опасений? — 751, насколько я понимаю. — А что касается возможности утонуть там, ну, конечно, да, но это огромная структура, но в то же время не надо забывать о том, что я, в принципе, некоторым образом продолжаю свою деятельность Европарламента, то, чем я занимался тут как профессор, потому что то, что меня действительно беспокоит, это утечка мозгов, для которой, конечно, Евросоюз, не хотя, но все-таки способствует, именно из-за этого я попал туда, но сейчас, конечно, начинается работа, сейчас уже по-серьезному, да, как вы говорили, уже второго числа уже собирается, что самое главное тут, тут эти комитеты, то, что в Латвийском Союзе называется комиссиями, где люди по отраслям, и куда ты попадаешь, какой комитет, от этого зависит очень много для всех последующих пяти лет. Вот, как вам кажется, эти вот комитеты, эти механизмы все-таки позволят, не знаю, Европарламентария, в том числе, вам, как бы, чего-то добиваться, потому что мы знаем, что, ну, зачастую, вот, в Сейм Латвии поступает очень много законопроект уже из кабинета министров, да, многие из них идут через директивы или регулы Европейского Союза, и у самих депутатов Сейма для творчества, если так можно сказать, остается совсем мало возможностей. Что касается Европарламента, как вам кажется, насколько хватает полномочий Европарламента вообще, на что-то влиять? Полномочий, конечно, сравнительно меньше, по сравнению с Латвийским Сеймом, потому что это, ну, скажем так, он один из двух законодателей, и ему нет законодательной инициативы, но в то же время это та площадка, на которой озвучиваются проблемы, и в том же смысле, что там Европарламент участвует, например, в принятии следующего бюджета. В основном, конечно, он составляется Советом Европейского Союза, где правительство сходится вместе, но, тем не менее, он участвует в принятии этого бюджета, и некоторые корректировки происходят и по инициативе Европарламента. Ну, а что касается того, что он большой и так далее, ну, да, ну, понятно, тут надо просто вставать и говорить отчетливо и четко о том, что тебе важно, и что важно для твоей страны и для твоей политической партии. А вот на ваш взгляд, все-таки, что сейчас важно для Латвии, для жителей Латвии, может, не секрет, что перед выбором Европарламент каких обещаний мы только не слышали от отдельных кандидатов, что чуть ли не будем бороться за какие-то единые пенсии, единые пособия, ну, и прочие были такие фантастические вещи. Ну, что касается единых зарплат, например, вы, может, слышали, что даже в прошлой неделе даже Ангела Меркель говорила о том, что надо ввести минимальную зарплату во всех европейских странах, чтобы, ну, скажем так, был все-таки некоторый социальный баланс между странами, от которых уезжают люди работать в других странах и так далее. Это логичная идея, да? Ну, наверное, на слуху вот эта вся история с Великобританией, затянувшаяся эпопея, выходит, не выходит, на каких условиях выходит? Ну, да. Британцы, конечно, сейчас тоже переизбрались в Европейский парламент, и у меня тоже в моей политической группе этих либеральных демократов, которые сейчас называются Renew Europe, там тоже есть 17, по-моему, либеральных демократов, которые проевропейские. Но в то же время в этот Европарламент переизбраны Найджел Фарачи, все эти люди, которые были за Брексит, так что по всей вероятности Брексит состоится. В этом смысле самый интересный вопрос, кто же будет следующим премьер-министром Великобритании. Это один из самых важных вопросов. Во-вторых, это, конечно, бюджет, потому что по большим счетам он уже составлен, но тут есть некоторые нюансы. То, что меня интересуют, это деньги, которые идут в развитие, в науку и в инновации. Есть возможность там вот в Латвии что-то получить, какие-то дополнительные средства, потому что сейчас все настроены пессимистично, все говорят о том, что, конечно, еврофонды будут, но не в том объеме, в котором были в этом семилетнем периоде, не стоит рассчитывать на более справедливые субсидии нашим крестьянам. Вот как вы настроены? Вы знаете, это очень большой вопрос, об этом мы могли бы говорить очень долго, потому что тут для Латвии, конечно, что субсидии нашему сельскому хозяйству и так далее, это большая борьба, но в то же время понятно, что все деньги, которые идут в нашем направлении, всегда связаны с некоторыми условиями. И самая главная борьба, это не только то, скажем так, этот конверт с деньгами, сколько ты получаешь, но как ты можешь этими деньгами пользоваться. Например, для Латвии всегда сельское хозяйство было одним из приоритетов, самым главным, можно сказать, приоритетом, потому что комиссар Домбровский говорил, что вот смотрите, мы на следующий период, на следующие семилетии получили больше субсидий для сельского хозяйства. Спрашивается, является ли действительно субсидией для сельского хозяйства, особенно вот эти, то, что называется, прямые платежи, самым главным, что нам надо для развития народного хозяйства. Потому что понятно, что сельское хозяйство должно быть субсидировано, но когда у тебя 40% от всего европейского бюджета идет в сельское хозяйство, именно на эти прямые платежи, может быть, это не самый, скажем так, разумный подход к расходованию этих средств. Так что это одно из дел, но там, конечно, и другие темы, что касается транспорта, коммуникации, что касается общего рынка и так далее. Так что тут много разных тем, потому что в этом смысле то, что я понял за эти три недели после выборов, это то, что Евросоюз это не какое-то огромное целое, какой-то дом в Брюсселе или где-то там в другом месте. Это тематика, это вопросы, это политики, которыми Европейский Союз занимается. Да, ну вот я так понимаю, что вот эта вот группа либеральная будет третья по величине, то есть, в принципе, это будет группа, от которой тоже многое зависит, будет при распределении, не знаю, и комитетов руководства, может быть, даже и при решении вот судьбы состава Еврокомиссии. Ну, по всей вероятности, но тут, конечно, я завтра буду немножко больше знать об этом, потому что я завтра еду в Брюсселе, и там уже будет более-менее ясно, что же там происходит в этих прероговорах. В предыдущей неделе, в последней неделе тут не было ясности, как это будет составляться. Понятно, что Европейская комиссия должна быть на месте только в ноябре, так что там еще есть время над этим работать. Что самое интересное, это вот тот самый второй июль, о котором вы говорили, потому что тогда Европейский парламент должен избирать своего президента. И что касается этого президента, то тут понятно, что он тоже является одной составной частью этого пакета, о котором голосуют все эти четыре, как сейчас говорят, проевропейские партии. Это, ну, народная партия, социал-демократы, либеральные демократы и зеленые. Это та, ну, условная коалиция, которая сейчас создается. Вот мы знаем, что предыдущий состав Еврокомиссии, который еще работает, во главе с господином Юнкером, если я не прав, вы поправьте, мне кажется, что последний, ну, не знаю, год, наверное, они полностью исчезли с какого-то международной повестки дня. То есть, никак не участвовали в разрешении каких-то международных конфликтов. Ну, основные игроки мы знаем, там, Россия, естественно, Соединенные Штаты главный игрок, Китай. Ну, Европейская комиссия такое ощущение ни в чем не принимала участие. Сначала Магериня как-то проявляла какую-то активность, потом и она сникла. Ну, будем откровенны, понятно, что внешняя политика Европейского Союза не создается Европейской комиссией и тем более не госпожой Магарини. Она в основном создается самими государствами-членами этого Евросоюза. И эти, и Юнкер, и Магарини имеют только те полномочия, которые им делегируют все эти 28 стран. В этом смысле понятно, что, ну, тут есть какие-то вопросы, которым можно найти какой-то консенсус, но есть много вопросов, о которых нельзя. Но тут, ну, тут очень много интересных тем, что касается следующей Европейской комиссии. В первую очередь, я бы хотел иметь кого-то немножко более харизматичного, как президента комиссии. И поэтому, при всем уважении к Жанну Клоду Юнкеру, ну, тот, как он себя представлял иногда публично, в том числе и в нашей столице, ну, это был, ну, скажем-то, не самый лучший вариант. Иногда все-таки трезвый случай. Ну, да, 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 скажем так, у него тоже есть свои слабости, скажем так. И что касается отношений Евросоюза с другими странами, ну, тут, я думаю, что самый главный, сейчас я бы сказал вопрос, это, конечно, стратегические инвестиции, которые приходят сюда, в основном из Китая. Потому что мы видим, что, ну, китайцы, ну, будем откровенны, довольно прямым образом инвестируют и просто скупают некоторые отрасли, некоторые порты и в Италии, и в Греции и так далее. И, ну, как это влияет на какую-то, ну, скажем так, европейскую интеграцию и на Европейский союз в целом. Ну, вы знаете, наверное, этот вариант, что китайцы хотели бы инвестировать в этот знаменитый туннель между Таллином и Хельсинки. Да, даже там, да, 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 ну, конечно, с одной стороны, было бы хорошо, потому что, ну, инвестиций в Европе не хватает везде, но хотели бы мы, чтобы такой объект, который стоит, если не ошибаюсь, 18 миллиардов евро, он принадлежал бы китайцам, скажем так. Ну, это вот такие вопросы будут в распорядке дня, потому что, ну, мы же все, ну, все страны думают, все страны, члены Евросоюза думают о своем экономическом росте, о своих инвестициях. Ну, и, наверное, торговая война Соединенных Штатов и Китая уже упомянута, тоже повлияет на Европейский союз. Ну, и торговая война не только Соединенных Штатов с Китаем, но и, ну, скажем так, отношения и с самим Евросоюзом. Мы знаем, что это и ссоры с этим немецкими автомобилями, которые в последние полугода тут возникают, но это довольно интересно, как это будет продолжаться, потому что, понятно, что немецкая экономика во многом зависит от экспорта таких вещей. И в первую очередь, конечно, в Соединенные Штаты, где вообще средний класс большой, где эта покупательная способность очень велика. И как это будет влиять на экономику Европы, ну, да, это интересно. Интересно, посмотрим, как это все будет происходить. Вот сейчас сделаем небольшую паузу на новости и рекламу, во второй части продолжим. Но я так понимаю, что президентом Европарламента может стать кто-то из этой большой четверки. Я понимаю, что фамилии сейчас мы назвать не можем, есть несколько кандидатов, но кто-то из большой четверки, скорее всего, возглавит. Ну, да, и в то же время его надо избрать 2 июля. Уже? Да, да. На первом заседании. Ну, как это обычно делается в парламентах, да. Да, это будет интересно. И в России у нас в студии, новоизбанный депутат Европарламента. Небольшая пауза новостей и рекламу. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз Иверс Иьюс на студии, новоизбанный депутат Европарламента. Вот объединение для развития за. Да, все-таки вот мы и до эфира говорили, такая интересная особенность, что, наверное, если спросить даже социологов, то все могут сказать, кто примерно избиратель не за левого крыла. Там, кто избиратель Жданок, кто избиратель Согласий. Мы примерно представляем, да. Мы примерно представляем, кто избиратель не за. Тебе вису Латвии, да. Вот как вы бы обрисовали портрет все-таки вашего либерального избирателя, поскольку все-таки объединение новое. Да, там есть опытные политики, но, тем не менее, вы новое лицо в политике. Кто эти люди по возрасту, по взглядам, чуть-чуть обрисуйте нам? Ну, а это люди, которые нам доверяли. Я, воспользуясь случаем, конечно, тоже хочу выразить им свою благодарность за доверие. И, конечно, эти пять лет мы будем как раз на это работать, чтобы это доверие и сохранилось, и нам до 2024 года. А что касается чисто социологического профиля, то это в основном люди-горожане, но и есть, конечно, у нас некоторая сельская поддержка, но в основном это люди с высшим образованием, с доходом немножко выше среднего. То есть, это, в принципе, успешные люди в какой-то степени. В стране, да, но тут есть и много, скажем так, каких-то других групп, особенно в сельской местности, где у нас есть какие-то, ну, скажем так, сильные группы поддержки. Например, Алуксная является одним из таких мест, где у нас очень сильная группа, ну, секция. Удивительная, да. Да, 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 да. Так что это, конечно, скажем так, более-менее такой, ну, скажем так, современный, современно мыслящий. Это не говорит, что он очень молодой, но это в основном, ну, человек 21 века, который живет и смотрит на то, что происходит сейчас рядом с ними и в то же время в Европе. Вот эти либеральные ценности, они вообще сейчас не размыты, потому что, ну, кто-то начинает говорить о том, ну, что вот ваши либеральные ценности, там, не знаю, свободы и демократии, вот привели вот к этому бесконтрольному там нашествию мигрантов, вот смотрите, что вы натворили, потом ваши либеральные ценности. Ну, если критики говорят, что смотрите, как терроризм поднял голову в Европу, вот вы, так сказать, доигрались в это свободу, равенство и братство, что на самом деле, вот я понимаю, что я там утрирую, но тем не менее, что сейчас действительно вот либеральные ценности в вашем понимании для европейцев? Вы знаете, что касается Европейского Союза, в целом-то тут тоже нет такого единого мнения, что же такое либерализм, потому что та же самая группа либеральных демократов, она, тут очень много людей, и, конечно, тут ценности тоже, ну, скажем так, различаются. Но есть такое большое различие, это в первую очередь такие классические либералы, которые в основном думают о конкуренции, о свободном рынке, о том, чтобы рынок во всех европейских странах был един, и мы могли бы свободно конкурировать с нашими, я не знаю, автоперевозками, не только здесь, в Балтии, в странах Балтии, но и в Франции и так далее. Это чисто такой рынок, как принцип, как конкуренция, свободная конкуренция, свободный доступ к рынку и так далее. Но, с другой стороны, тут есть и люди, которые скорее ассоциируют либерализм с правами человека, в том числе и правами меньшинства, правами тех групп, которые были дискриминированы и так далее. В этом смысле, это тут довольно такой большой спектр всяких либеральных взглядов. Что касается нас, то не надо забывать и о том, что сама это объединение развитию за, которое состоит из двух частей, это кусты пар, движение за и партии развития Латвии, они тоже являются немножко, но все-таки идеологически различными, потому что, если посмотреть на кусты пар, то тут очень много действительно людей, которые в основном думают о либерализме в таких социальных категориях и так далее, антидискриминации и так далее, права человека. Что касается партии развития и за, то это с самого начала было все-таки, ну, скажем так, более-менее ориентированная партия на предпринимателей, на свободный рынок, на развитие в чисто, в смысле увеличение конкретно способностей и так далее. Так что, ну, скажем так, мы находимся в том же тренде, но ценности основные, конечно, записаны в том, о чем вы говорили, это, ну, права человека, демократия, равная конкуренция, равенство, в смысле равенство возможностей. И в этом смысле, ну, мы действительно являемся либералами, да? Да, ну, вот, все-таки, вспоминая, что вы все-таки политолог, вот что касается ситуации в Сейме, ну, такое ощущение, что хотя вот для развития за все-таки находится в правящей коалиции, пока вот ее идеи, ну, мягко говоря, не очень разделяются. Вот сейчас внесен прямо сегодня в парламент вот законопроект о спутнике жизни, так можно его перевести, здесь идет, ну, по существу, о гражданских браках, если по-простому. Нет, 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 это не брак, извините, это не брак, это все-таки, ну, скажем так, это совместное проживание. Совместное проживание, да, ну, так можно перевести, ну, мы понимаем, что, возможно, опять заблокируют принятие этого законопроекта, мы видим, что происходит в парламенте в свете законопроекта вполне логичного по поводу реституции, мы видим, какие вообще волны тут поднимаются, да, даже иногда такая ксенофобия явно прослеживается. А вот что происходит, на ваш взгляд, вот здесь вот внутри страны? Вы знаете, все эти вещи, о которых вы говорили, я с вами вполне согласен в том, что, ну, это трудно. Но не надо забывать о том, что все эти вещи уже продвигались каким-то бочком-бочком, тихоря, когда-то это некоторые люди из Вены, продвигали тут и вопрос по еврейским реституциям, и то же самое, что касается этих партнеров, это и в смысле то, что о спутнике жизни и так далее. Тогда это делалось просто, ну, скажем так, ну, авось не заметит таким образом. Но сейчас мы в смысле развития ОЗА являемся такой первой, я бы сказал, в истории Латвии четко либеральной политической силой, которая действительно идет с гордо поднятой головой, если хотите, с этими темами, с этими вопросами. И мы говорим о том, что эти вопросы следует решать. Так что, ну, будем смотреть, как это будет продвигаться, но никто не собирается тут отступаться и говорить, что нет, нет, это не мы, это кто-то другой сделал и так далее. Ну, будем смотреть, как это там происходит, потому что и этот закон о еврейских реституциях, он же тоже еще будет продвигаться. Да, тут будем смотреть, как это будет смотреть, потому что мы понимаем, что это не всем нравится, это не очень популярно, но в том же время... Это мягко говоря, да. Да, 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 но в то же время мы понимаем, что эти вопросы следует решать, и это то, что мы обещали своим избирателям, когда мы ходили на выборы, и выборы всем в прошлом году, и выборы в Европарламент в этом. Да, это даже было записано в этом коллекционном соглашении, что это вопрос, который вы можете, так сказать, продвигать, тем более, насколько я понимаю, да, у нас очень многие политики любят говорить, там, не знаю, о необходимости, об исторической справедливости, о том, что надо помнить о жертвах оккупационных режимов, а когда доходит до дела, так начинают придумывать разные отговорки, да? Ну, этот вопрос о еврейских конституциях в том смысле, что, ну, следовало бы, ну, компенсировать еврейской общине Латвии те потери, в смысле материальные потери, которые потеряли не только сама община, но и люди, принадлежащие к этой общине, которые были истреблены и уничтожены в Колокосте. Это сама идея, конечно, везде актуальна, но в то же время мы знаем, что есть некоторые политические силы в Латвии, которые очень усердно работают над тем, чтобы, ну, скажем так, такой инициативы не было, и мы знаем, что тут даже целый министр юстиции пал когда-то. В смысле, по-моему, в 2013 году Гайдис Берзинч ушел от этого, ну, но, тем не менее, мы не собираемся отступаться, потому что это тоже вопрос исторической справедливости. Не в том смысле, что мы были кому-то с чего-то должны, но это было бы очень хорошим жестом по отношению тех людей, которые пострадали в преступлениях обоих тоталитарных режимах XX века. Да, еще у вас хочу спросить по поводу ситуации, все-таки, я так понимаю, что вы не собираетесь на постоянное жительство переселяться в Брюссель, все-таки будете летать туда и обратно, то есть вы остаетесь рижанином, вас, конечно, естественно, не может не беспокоить ситуация в Рижской думе. Две есть мнения. Одни говорят о том, что поскольку оппозиция по силу разных причин, политических, моральных и других, не может сотрудничать с нынешней правящей коалицией, а сейчас у них нет большинства, мы знаем, то самый лучший выход, одни говорят, это досрочные выборы, пускай избиратели решают. Вторые говорят о том, что если есть теоретическая возможность взять власть таким путем или другим путем, политики должны это делать, а не устраивать вот такой хаос еще на несколько месяцев. Вы к какой группе относитесь? Я отношусь к реалистам в том смысле, что я не исключаю вариант, что будет внеочередные выборы Рижской думы, и я не думаю, что это было бы, скажем так, очень долгосрочным решением, но тем не менее, если не удастся создать какое-то большинство Рижской думы, тогда это, я думаю, вполне вероятно. Но надо учитывать тот печальный, по-моему, факт, что эта дума, которая может тогда избираться, ну, скажем так, где-то в начале осени этого года или что-то вроде этого, она будет избираться на полтора года. Потому что потом уже приходят очередные выборы самоуправления в начале 2021 года, и тогда спрашивается, ну да, если ты работаешь только, ну, скажем так, 14-15 месяцев, то понятно, что ты такую долгосрочную перспективу для Риги создать не можешь, даже несмотря на то, кто там будет и что там будет, и какие люди вообще будут идти на эти выборы из той или другой партии. Так что, ну, я не исключаю, что дело дойдет до того, что просто Рижская дума станет недееспособной, в том смысле, и если она станет недееспособной, тогда вариантов уже нет. Говоря вообще о политическом процессе, ну, мы видим эти результаты выборов в Европарламент, ну, многие считают, что определенная часть политиков, которая баллотировалась, допустила одну из ошибок, все ту же, практически не общалась вот с русскоязычным населением, ну, отдав это определенной части электората. И так происходит от выборов в Крыму. Как вам кажется, это так или это не совсем так? Что-то меняется в этом плане? Ну, к сожалению, я как политолог должен сказать, что, к сожалению, это так, в том смысле, что, ну, это было все-таки этническое голосование. По-прежнему, да? В нашей партии в нашей поддержке. Но в то же время мы видим, что, ну, да, ну, это было все-таки этническим голосованием. Как это преодолеть? Ну, я на данный момент таких больших иллюзий не делаю, потому что это, наверное, ну, будет, по крайней мере, какое-то время так оставаться. Да. Вот такой, может, последний вопрос, вот фактически того, с чего мы начали. Что касается вот таких вот проблем, которые очень беспокоят все жители Латвии. Как вам все-таки кажется, удастся ли новому, может быть, Европарламенту, новой Еврокомиссии выработать какую-то единую политику, ну, в частности, по вопросу миграции? Ну, мы знаем, что в Латвии, к счастью, там, никакие толпы там беженцев по многим причинам не стремятся. Прежде всего, мы знаем, социально-экономические условия тут такие, что особо мы там не выглядим симпатичными для беженцев. Но, тем не менее, какую-то, наверное, единую политику нужно, потому что Италия плачет о том, что как же, где же ваша солидарность, мы уже не в состоянии их принять, да, с одной стороны. С другой стороны, страны говорят, ну, мы не для того вступили в Европейский Союз, чтобы нам, как, не знаю, еще хуже, чем из Москвы, давали там директивы и вагоны присылали с людьми. В первую очередь, какие-то вопросы решаются в следующий час и будут решаться и в течение следующих пяти лет. Это, в первую очередь, защиты границ. В том смысле, чтобы это не было бы так легко, как это было в 15-16 году, когда все границы открыты, кто-то тут через Балканы приходит и абсолютно не понимает, что это за люди, откуда, имеют ли они вообще какое-то право на этот статус беженца и так далее. В этом смысле, конечно, тут я, по-моему, вот в этой позиции следующий бюджет Евросоюза очень серьезно увеличен, в том смысле, что тут будет действительно контроль над границами будет жестче и понятно, что это уже сейчас происходит, что те люди, которые не имеют никакого права на этот статус беженца, которым у них дома не грозит никакой ни голод и ни насилие, они просто отсылаются обратно. Но это уже сейчас происходит. Но в то же время, конечно, самый интересный вопрос – это Средиземное море. И там, насколько я понимаю, будет очень-очень много дискуссий по отношению, как там поступать с этими людьми. Потому что, если вы посмотрите, что происходит в Ливии, тогда там, ну, понятно, там, насколько я понимаю, тоже там такое полуразвалившееся государство, которое очень плохо охраняет свои границы. И когда у тебя приходят действительно эти корабли или шлюпки с людьми, тогда, ну, скажем так, тут, конечно, Европейский Союз в этом тоже замешан. Как это именно нужно делать? Ну, один вариант, который более такой гуманистичный, что, мол, надо их поддерживать уже с той стороны, в том смысле, что развивать экономику, давать им деньги, чтобы они развивались, а не приезжали сюда. Но это тоже такая довольно сомнительная перспектива иногда. С другой стороны, конечно, есть такие страны, как Венгрия и Австрия, которые более жесткие, которые говорят, что нет, такого не должно быть. Что в первую очередь мы должны охранять свои границы, уже сразу всех у самих берегов Ливии, всех отсылать обратно и не пускать сюда никого. Так что об этом будет речь. Но, слава богу, сейчас уже этот кризис, который был уже в 2015-2016 году, он уже сейчас преодолен. Но, спрашивайте, не будет ли следующего по каким-то причинам? Вы сказали, что действительно очень важно для Латвии, чтобы средства поступали, в том числе, из Европейского Союза на поддержку науки, инноваций. У нас, в принципе, наука, как вам кажется, все-таки развивается? Может, и есть такое пессимистическое мнение, что молодые ученые тут же уезжают из Латвии, и фактически наука не развивается здесь? Слава богу, это не так. У нас есть некоторые отрасли, которые у нас очень хорошие. Я не стану всех тут называть, потому что я забуду кого-то, но есть очень много, ну тут я не знаю, квантовая физика, биохимия, очень много всяких вещей. Но, в то же время, понятно, что у нас, в первую очередь, не очень хорошо действует это соединение между наукой и производством, потому что у нас производство не всегда очень склонно воспользоваться теми возможностями, которые исходят из науки. Но, в то же время, скажем так, Евросоюз – это хорошо. Евросоюз – очень важная вещь, и мы будем работать над тем, чтобы денег было больше. Но, в то же время, что касается науки, то одна из самых главных тем – это то, что само латвийское государство должно вложиться в финансирование науки, потому что деньги приходят туда, где уже какие-то деньги есть, особенно в науке. Потому что, если мы будем работать над своей научной инфраструктурой, над институтами, над тем, чтобы они были конкурентоспособными, тогда и европейских денег у нас будет больше. – Да. Ну что ж, пожелаю вам удачи. – Спасибо вам большое. – И на первом заседании депутат Европарламента Евросоюз у нас был в студии. Ну, я так понимаю, что те студенты, которым вы должны читать лекции, я думаю, что они тоже рады, поскольку, я так понимаю, вы обещали все-таки с ними контакт не прерывать. – Ну, я буду иметь один курс в Латвийском университете, чтобы, как вы говорили, поддержать контакт с местной реальностью, скажем так. – Это не запрещено депутатам Европарламента, да? – Нет, это, кстати, для наших сеймовских депутатов тоже не запрещено. – Тоже не запрещено, да, преподавателем можно заниматься, да. Спасибо большое. – Спасибо вам. – Спасибо вам.